На входе в Струковский сад гостей встречает Шарик и Кот Матроскин. Здесь проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство». Для детей и их родителей подготовили спектакли, музыкально-танцевальные и мультипликационные программы, мастер-классы, концерт, эстафеты и конкурсы. Губернатор области Дмитрий Азаров побывал на тематической площадке «Дети в приоритете» и ответил на вопросы юных самарцев. Их интересовало, какие профессии востребованы в регионе. Каждый человек, который ищет, который хочет достигать, может реализоваться на территории Самарской области. У нас для этого есть, поверьте, все возможности, и мы будем продолжать их создавать вновь. Потому что это одна из главных целей развития нашей страны. Это дать возможность каждому гражданину нашей великой Родины для самой реализации. Глава города Елена Лапушкина посмотрела, как проходит мастер-класс по анимации. Здесь ребята в команде создавали собственный мультфильм. Давно была идея провести мероприятие вместе с «Союзом мультфильм». У нас уже была попытка, если помните, на новогодней площади. У нас были фигуры из всем известных мультиков. И сегодня уже это такой настоящий праздник, День защиты детей. Где у нас много детей, где много родителей. Где каждый найдет себе занятие по душе. И наверняка еще не все обойдут. Во многих хочется поучаствовать, порисовать, хочется попробовать. И вот посмотреть до конца программу, которую сейчас показывают у нас на сцене Струковского парка. Организаторами фестиваля «Пусть всегда будет детство» выступили правительство Самарской области, администрация города и киностудия «Союзмультфильм». Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что во время прогулки по Струковскому саду возникла идея организации выставки «История Союзмультфильма». А также создание модельной библиотеки, в которой дети смогут погрузиться в атмосферу мультипликации. «Союзмультфильм» – это определенный образ жизни. Это та мягкая сила, которая нам очень нужна, потому что мультфильмы старые, мультфильмы новые, которые сегодня «Союзмультфильм» снимают, это то, что делает души и сердца наших детей чище, добрее, мягче. Дети так устроены, что их невозможно обмануть и невозможно заставить, сказать или сделать что-то, что им не нравится. Поэтому, когда ты видишь детские глаза, когда ты видишь, как они здесь бегают, бесятся и у них восторг, значит, все правильно. На летней эстраде Струковского сада – площадка тайна третьей планеты. Здесь посетители парка могли сфотографироваться с персонажами мультфильма, изготовить деревянные значки на память и увидеть выступления детских творческих коллективов. Кроме всем знакомых героев советских мультиков, на фестивале можно было познакомиться и с новыми персонажами студии. Для нас это первый фестиваль, я надеюсь, что он станет ежегодным. И здесь представлено очень много активностей, потому что современные мультфильмы – это не только персонажи на экранах, это в том числе прямой диалог со зрителями. Мы постоянно развиваемся, у нас появляются новые вселенные персонажи, и это уже не только история про Чебурашку, про Винни-Пуха, про простоквашенцев, это и такие истории, как оранжевая корова, зебра в клеточку, тайна медовой долины, множество персонажей. Международный день защиты детей – это повод напомнить всем взрослым об ответственности за безопасное и благополучное детство ребенка. Сегодня здесь столько творческих площадок, которые позволяют детям развиваться, развивать свои творческие способности. И, собственно, вот этот праздник сегодня демонстрирует, сколько делается действительно взрослыми сегодня для детей, для того, чтобы детство каждого ребенка было счастливым, увлекательным и безопасным. Кстати, и сами взрослые были рады в этот день окунуться в атмосферу детства с яркими красками и веселой музыкой. Атмосфера очень праздничная, я даже не ожидала, что здесь будет столько людей, столько людей с детьми. Вот, ну, организация, отличная организация, много волонтеров направляют. Вот, ну, детям достаточно интересные, как бы, все эти островки придуманные, там, все для развития, как бы, нет, очень здорово. Понравилось то, что все такие дистанции, что все такое яркое, все такое красочно. Хотели сказать большое спасибо. Пазлы собирала. Вертушку. Вертушку делала. Разукрашивала. Разукрашивала. Решили, что нужно детям сделать праздник в этот праздничный день, и поэтому сюда пришли. Мне больше всего понравилось, даже запомнилось, как мне рисовали этот классный рисунок. Здесь весело, интересно и много-много чего разнообразного. Мне очень сильно понравилось даже делать вот такие вот медальки, они небольшие, там есть по выбору краски даются, кисточки и все. Очень красиво, очень красиво, хорошо и отлично, мне все понравилось. В День защиты детей в Струковском саду было организовано семь площадок коррекционно-развивающих мастер-классов. Родители детей с особенностями здоровья смогли проконсультироваться с психологами, дефектологами и логопедами. Максим Магомедов, Константин Головин. События.